Первое, что я захотел посмотреть, это календарь овуляции, или любовный календарь, да? Скажем, вот этого сайта, да? Вы видите этого сайта, я вам дам ссылку этого сайта, да? Итак, календарь овуляции. Внимание! Календарь овуляции – это не метод контрацепции. Ну хорошо, пусть тогда, скажем, будем считать наиболее вероятные дни, особенно вы здесь нам обещаете, я предварительно посмотрел, решить вопрос, кого родить – девочку или мальчика, да? Ну а давайте, что пишут. Беременность – это прежде всего вопрос выбора правильного времени, только в период овуляции организм женщины готов к зачатию. С помощью нашего калькулятора овуляции вы можете быстро установить, когда у вас происходит овуляция, и когда, соответственно, наступает благоприятное для изучения дни. То есть, это сторонники Агина, который говорит, да, метод хорош, но не до контрацепции. Итак, что я должен указать в этом калькуляторе? День. Ну какой выберем? Сегодня у нас 26-го, но давайте как будто это и был первый день менструации, да? Она будет у нас последней. 26-го декабря, то есть, как я могу выбрать разные, ну давайте 26 дней оставим. Декабрь, вот я выбрал месяц, с какого 23-го года. Продолжительность цикла, ну давайте попробуем оставить 28 дней. И вот, количество дней. В среднем 28 дней, если вы не знаете точно, как долго длится ваш цикл. Ну а если знаю, тогда в среднем я должен указать. Ну по геноакноузе, там немножко другая формула расчета. Рассчитать. Рассчитал. И что я получил? Итак, начало менструации. Начало менструации 26-го, да? Ну, наверное, это идут 27-го, 28-го, 29-го ожидают менструации. 30-й это нефертильный день. 31-й нефертильный день. Так что не надо стараться в Новый год. А здесь у нас соберутся сторонники многодетных семей. Дальше, где у нас? Понедельник 1-го, 2-го, 3-го. И вот раз, и появляется что? Фертильный день. Возможно, фертильный день. То есть, ну, овуляция вот показана. И, скажем, если событие, близость произойдет в этот день, родится скорее мальчик. Я объяснял в предыдущем видео, почему так считают, да? Ну вот, на рождение мальчика дают 2 дня, да? Или вообще ребенка, откровенно говоря, да? То есть, яйцеклетка долго ждать не будет. А вот сперматозоид... Но может он выжить сколько? Если произошло это в четверг, пятницу, субботу и даже воскресенье. И вот воскресенье, если это самый благоприятный день для зачатия, да? То воскресенье, ну, тоже, вероятно, зачатие будет велика, если все сойдется. Итак, это благоприятные дни, а вот эти коричневые, самые благоприятные дни для зачатия. Ну и все, что мы хотели. Ну давайте, может быть... А если я цикл укажу довольно коротенький? А мы не посчитали. Давайте посчитаем, на какой день указали, да? По генокнауту. То есть, мы... Если 28, значит 14 день мы пишем, да? И получается. А здесь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Идем в январь. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А помните, в предыдущем календаре у нас 15-й день указывали. Немножко отступали, скажем, на один день. И вероятность якобы возрастала. Так, и так мы собрались посчитать для коротенького, да? Ну, скажем, 26. Да, рассчитать. И тогда у нас получится вот 26-го все равно 4 дня. А потом какого числа или какой день, да? У нас получится вот здесь вот. А, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Видите, немножко укоротились, да? Ну, во всяком случае, вот принцип такой. Принцип такой. Ну, хорошо. Идем к другому калькулятору. Сравним. Идем калькулятору. Идем калькулятору. Идем калькулятору. Продолжение следует...